очень надеюсь что запись пошла да пошла приветствую машенька вот дошла до тебя очередь сейчас мы посмотрим твою формулу души я еще не видела почитала что ты мне тут написала освежила в памяти так 25 двоечка до чандра сибири он восток восточную номерологию двойка это луна до луна эмоциональная сейчас посмотрим что еще формуле души скорее всего тоже луна в центре если гостевой бизнес и рестораторство луна потому что любит учить лечить кормить так 2004 поставим так родилась здесь сеть ага так тогда значит минус три часа у нас будет 615 я в greenwich перевожу greenwich надо перевести что же наверняка ну да луна у тебя на твоей орбите стоит и она под темной луной значит вот она луна на орбите венеры она любит всех накормить на любит всех научить она любит всех вылечить понимаешь и тут еще не традиционной медицины здесь медицины но она без выхода в свет сейчас я буду все поэтапно рассказывать значит родилась в 14 лунный день середина лунного цикла до почти перед полнолунием это в принципе хороший показатель в год венеры красоточка вот у тебя венера в центре ты очень красивая девушка и венера говорит будешь делать всякие уколы красоты будут с тобой ругаться когда дана в центре формула души что мужчине что женщине ну преимущественно женщина да у нее венера в центре формула души такая барышня будет на протяжении всей жизни красавица но с возрастом она будет расцветать и к старость приходит естественно на и даже в зрелом возрасте выглядит очень хорошо потому что венера за собой всегда ухаживает а вот если луна бы в центре формула души было вот а венеры не было то такие женщины обобиваются что луна она такая вот квочка такая вот вся рыхлая становится с возрастом если не следит за собой вот это как хорошая вино до выдержанном веками там многими десятилетиями но с возрастом до со своим но с годами становится еще изысканнее пикантнее вкусней дороже вот по первому центру знать что мы имеем мы имеем венеру которая только что сказала это чувство венера говорит знаешь что моя дорогая я не буду делать ничего себе это не нравится вот не нравится даже не заставляя буду заниматься только тем что мне нравится у тебя эта фраза прозвучала на данном периоде жизни ты учишься на рестора тарская на рестора тарская дело да и у тебя там же гостевой бизнес вот в принципе по луне да принципе да поработать надо с родом потому что здесь грех перед родом по женской линии либо мамы могут быть аборты либо обида на маму либо у мамы какие-то обиды ты ее не понимаешь что тут надо разобраться предлагаю провести расстановку на фигурках но это будет уже за денежку там работа тоже очень серьезная я работаю с души душами людей и ты включаешься в этот процесс то есть вот здесь вот надо проработочку сделать по папе также да по сатурну обида на него почему ты так рано ушел когда ты мне так нужен был папка а мы шестом измерении все договариваются наши души когда мы сюда приходим на землю у нас потом все контракты и контракты контракта это не наша это же ведь не наш дом на земле да мы сюда пришли за опытом наш дом там духовный духовная семья и вот душа твоя подходит и ты будешь моя папа из 7 лет еще могут буду а ты моей мамой буду а ты моим братиком сестренка там подружками буду 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 подружка допустим горит но я вот в один прекрасный момент могу тебе предать да а почему а потому что тебе надо опыт получить прощать простить в первую очередь папу да это те предположительно говорю про предательство нашу жизнь всякие люди приходят не за что мне такое наказание для чего 3 чего вот а папа говорит доченька я должен буду раньше уйти почему чтобы твоя душа испытала вот такой вот опыт как расти без папы потому что душа запросил вы так договорились что ты сильнее стала потому что возможно тебе вот ангельская душа пришла такая вся по венере 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 венери анская да она любит наслаждение чувства луна любит эмоции у девочки на лице все эмоции у женщины их не скрыть а не хватает допустим мужских энергий по сатурну что сатурн говорит мне трудно работать в подчинении у кого-либо да если будут в центре бы особенно стоял но здесь на орбите марса что он что у меня какой опыт и через мужчины научиться стойкости научиться самой быть с таким стержнем внутри себя никак голос в глиняных ботинках ветер дул и свалился нет я сама воспитываю свой дух я сама воспитываю свой характер при этом я прекрасно понимаю что я и девочка девочка это моя мама во мне женская энергия здесь я мой папа во мне мужская энергия и папа для меня это большое правое крыло через него поддержка от рода идет да то есть когда мы понимаем принимаем папину судьбу он такой выбор сделал неспроста не ради того чтобы взять и загубить свое здоровье да и раньше времени уйти это программа уже такая работала он мог ее поменять если бы знал да на тот момент но возможно ему этого не надо было его душа сказала а мне не нужны эти знания потому что вот такой вот путь вот к ты сейчас знаешь и можешь другим людям говорить что знаете ребята в наших правах сейчас в нашей власти завершить один опыт который уже измучил да вот надоел уже тот опыт на одни и те же грабли вставай а из этого опыта все благодарю спасибо я наигралась в это я поняла осознала для чего этот опыт получила получила чистое знание в сухом остатке уже это быстро дано уже это пережито уже со слезами это все было распаковано до осознание пришло инсайты у нас всегда то зрение вода у нас тут утаж на третий глаз саха срара вот где у меня моя баба это связь космоса инсайты это всегда озарение по урану эврика я теперь знаю как это работает да а инсайды это всегда по нептуну это моя душа это внутренний мир инсайды я это через душу свою все прочувствовал через сердце и у меня теперь в теле это записано знание да потому что тело знает все бессознательная наша знает все там хранится история всей вселенной у меня консультации очень долгие длительные я буду не так долго рассказывать потому что время много уйдет для бесплатной консультации до для подарочной ну ладненько давай потом ты просто ставь на галочку если тебе интересно будет мы с тобой потом продолжим наше общение но все-таки тебе рекомендую на расстановку прийти там и слезы будут девчонки плачут я когда слезы добожу не я конечно у них я просто вы работаем очень глубоко с обидами на родителей теперь поехали дальше вот эта тема все астрологии эзотерики психологии но она закрыта от мира видишь это как бы я сама для себя генератор идей да уран дает хорошие идеи всегда эта планета которая бежит впереди всех планет и сейчас настала эра водолея вот она руководит у нас водолея здесь кстати у тебя да нептун и вот эта тема так как раз о психологии я сама для себя хороший психолог у меня достаточно просветленное осознание да потому что у нас уран отвечает за сознание он отвечает у нас за за связь с видовским эгрегором то есть по сути там уже у нас у каждого из духовный куратор и есть духовная семья ему в совет мудрецов да куда вот выходим в регрессологии например или когда входим в этот медитативное состояние в альфа или в дельта состоянии если оттуда шепчут уже да вот как что делать как действовать дальше это интуит и хороший вот полу не хороший интуит и по урану хорошие интуит и по нептуму конечно же тоже вот то есть это вот сама сам для себя такой режиссер внутренней самоуправление такое внутреннее такое за такая законодательная база но она с революционным оттенком потому что уран он рушит все стереотипы он рушит какие-то стагнационные моменты он любит все преобразовывать он любит вносить новшества он говорит так мы тут засиделись надо уже вносить какую-то новизну у нас каждый день у нас большой информационный поток каждый день нам идет поток лавина информации здесь важно соблюдать всегда гигиену информационную вот а уран приучить так что он 12 процентов на бизнесе заходит каждый день это здорово это здорово то есть даже из из консультации сегодняшней в зависимости от того насколько у тебя расширена емкость да вот насколько ты сейчас уже умеешь воспринимать информацию но судя по всему ты интеллектуалка и все-таки у тебя это хорошо работают мыслительные процессы где у нас меркурий меркурий в центре но слабенький за мыслительные процессы отвечает вот настолько человек умеет впитать информацию да потому что если там стоят какие-то блоки у людей бывают и опять же за программ да и начинает уже на входе ум ум он же узкий ум он дурак по сути дела у нас бессознательно знает все наша задача подружить ум с бессознательным потому что они постоянно конфликтуют так вот ума начинает уже на входе блокировать некую информацию то у людей сейчас которые находятся на низких энергиях эта матрица еще 3d до которые не хотят которые не думают ни о каком переходе не думают о своей душе у них ум заблокирует информацию если такие в окружении люди попадаются с первого раза не понимают со второго раза не принят третье не надо объяснить там идет блокировка им это не надо у них другие программы они будут доживать уже в это в 3d матрицы это люди другого уровня земляне скорее всего а вот звездные души которые приходят драконы приходят звездные души они приходят сюда как поиграть в песочнице у чего тут еще хочется потворить что-то землю дали большой песочнице давайте вот что-нибудь создаем построим такой да дизайнеры красоту по наводить по венере да почему дизайн-то интерьеров одежда вовне такие идеи приходят в голову вообще поташ поступало когда художественную значит не то в период был и люди по 7 раз поступают когда у них одержимая идея а и в сен-лоран жан-франко ферре жан-поль готье у крестьяна диора этого короли моды да у них вообще венера ретро красного цвета они вообще далеки у них даже некая некая претензиозность к женщинам некая даже неприятие к женщинам обиды сильные породы тут на женщин они идут именно туда на подиум выводят женщин и в сен-лоран общаются лжира он негритянских женщин вывел на подиум его была революция по урану да там мир просто рука плескала другие откровенно пили валерьянку были в шоке особенно американцы потому что у них есть негрит негр попадал под машину его сбивал белый человек то платил негр за то что он испортил ему автомобиль ты понимаешь вот так вот работают эти планеты революция и мода а у тебя не синего цвета то есть я тебе предлагаю все таки тему моды развивать ресторан ресторана гостевой бизнес гостевым бизнесом продолжать свои рисунки у тебя узел кармы это одна из важных кармических задач на протяжении всей жизни вот он у тебя во втором доме это конечно же красота мода эстетика наслаждения творчество прикладное искусство хорошие дипломаты да люди умеют договориться в социуме меркурий с венерой работают это хорошие дипломаты через юпитер в социуме до юпитер это наша социальная планета это как я проявляюсь в социуме вот земельные угодья моя самоценность моя самооценка сколько могу сама заработать почему тебя вопрос денег всегда ага стоматология так они хорошо зарабатывать но сатурн тебя в стоматологии не пустят потому что он очень очень слаб еще в ретроград ушел а сатурн отвечает за кости волосы зубы ногти за основу в целом или и в со временем как бы мужчина смотри какой у тебя посудить он же мужчин показывает да да мне на отца обиды их надо проработать сейчас уже нет да но где-то глубоко они все равно фонят и я мужчин буду притягивать таких вот надломленных с надломленным стержнем и ключ херона как раз духовный рост у меня проработка через этих мужчин мне надо папу простить его чтобы то ни стало понять что он для меня же эту программу взял мы с ним так договорились но я хочу папе высказать все как бы ты хотела потому что муж твой теперешний или будущее это проекция твоих детско родительских отношений с папой и очень хорошо что сейчас ты ко мне попала на консультацию потому что не в 45 и в 50 мы сейчас как прорабатываем своими однокашниками однокашницами и они несчастливы в семье потому что сильные обиды тянут всю жизнь на отца мы это все отпускаем поле расчищается и другие мужчины совсем уже приходят такие как какого бы она хотела папу тогда в детстве как она его наделяет на расстановке этими качествами если заходит приходить давай сделаем только на по времени договориться это интересно очень важно папа вот смотри мама это базовые настройки мы как вот когда сидим там у мамы в чреве мы в домике нам хорошо нам там тепло да а потом выходим когда в свет нам хорошо дома опять мы говорим мой дом моя крепость да даже вот видишь гостевой бизнес расселять всех расселять программа идет мне хорошо да я защищаюсь от мамы защищаюсь от самой же да потому что она мне не понимает это все бессознательно ум никогда не даст понять что это пока мы бессознательно не сходим а потом папа а папа это уже он взял за ручку свою доченьку и вывел в свет и сказал доченька а вот это весь мир и он для тебя бери что хочешь все можно вот мужчина смотри это твой будущий муж какой ты бы хотела какой он был для тебя это все папа сколько я зарабатываю это папа дедушка папе папа отвечает за какие-то серьезные финансы за такое имущество уже ведь мы же пока не пристегнем высокое намерение для чего нам это надо нам это фиг дадут сейчас мы умеем пристегивать высокое намерение для чего мне надо быть я учусь на гостевой бизнес что я хочу делать для любимых детей бога вот сегодня я знаю здесь работу я я за то чтобы накормить вкусно людей чтобы они здесь у нас приходили балдели отдыхали душой телом смотрели на кораблики на море до восторгались этой жизни получали удовольствие наслаждение комфорт моя задача комфорт создать здесь уют по нептуну твой по луне уют комфорт чтобы это нравилось как можно большему количеству людей а плутон говорит слушай дорогая так ты вообще можешь руководить и там нефтяной компании газпром но это образом кстати урана тагаса плутон это глубоко нефть плутон когда такой хороший ты можешь вообще руководить влиять на коллективное осознание людей руководить огромными концернами и у тебя тема идет всегда через либо все что связано с красотой с эстетикой с наслаждением с творчеством дипломатия до меркурий тоже мыслительные процессы это я умею говорить меркурия отвечает за вишутку горловая чакра умение преподнести грамотно что-то рассказать донести до умов до чтобы это в сердце зашло в душу моя речь легла донести информацию чтобы люди поняли с какой целью мы это все дело что будет на выходе какой цели мы идем цель должна быть очень глобальная в жизни ты можешь легко влиять на разум и большого количества людей пострелись марс либо это женщины такие вот знаешь очень одержимы целеустремленные также и мужчины мужчины творческие понимающие женщин лишь потому что марс куда ушел у тебя карьера то будет идти в рост с таким плутоном женщины если не не пользуется архетипом охотница на работе охотница я на работе охотница архетипы это карл юнг один из архетипов не ведьма ведьма та пошагать по головам пользуется мужчинами их кошельками потом это все не очень хорошо заканчивается для нее охотница так все я на работе сегодня так ребята команда ты руководитель хороший до будущий но или сейчас тоже там работаешь руководитель . . там руководящий должен занимать тебя слушают потому что ты умеешь это все грамотно преподнести вот а потом это будет вырастать уже с четверкой да это глобалисты плутон это вообще весь мир это можно влиять на весь мир если женщина не идет по охотнице не в работу уходит а дома начинают мужу сворачивать кровь это домашний тиранша могут быть вот дома я в другом архетипе у меня дома прекрасно паритетные отношения с мужем я уже в музе я муза да там не другие энергии вот это переключение должно всегда работать грамотно у нас восемь архетипов в принцессе где-то побыла до девочку и свою выпустила девочку масеньку масить к что ты хочешь у нас всегда хочет где внутренний ребенок а выполнять внутренний взрослый взрослого мы куда не подпускаем ребенка куда не подпускаем деньгам он иначе все сольет на сладости на украшение на платьишки на туфельки взрослый говорит что ты хочешь мой солнышко я тебя люблю я сейчас тебе все куплю все вот тебе самый вкусный леденец пироженка платьишко бантики туфельки игрушки включи сказку и взрослый идет выполнять безапелляционно спокойно уверенно это же внутренний взрослый а есть еще внутренний гундежник критик это как правило либо голос мамы кто-то все время голоса в нас до болтают вот что ты придумала так кому ты там нужна этот это критика критиканты такие его никуда не деть его вот так просто можно послушать он обычно недолго гундит покритиковал что-то там по выступал все сказал или сказала дачи это год все давай иди ложи спать и приступает опять же внутренний взрослый ко всем делаешь какие важные тебе вещи рассказывай так значит луна но у тебя луна вот с 14 до 21 года то есть может быть даже замужества до 21 вот сейчас у тебя предпосылка есть кстати где-то рождению к замужеству она обычно луна воду тут в раке но тут темная луна это предупреждение чтобы уже сюда когда ты вступишь вот в эту семилетку с 21 до 28 лет когда включится темная луна здесь чтобы уже проработано было все по роду все приняты в роду потому что если о ком-то умалчивают этого нельзя все надо знать правду о своих прародителях у кого какая была судьба потому что кто-то что-то накосячил и принято как бы о них не говорить или вообще исключают из рода нельзя этого всех включить обратно прямо так можешь сама и проговорить если потребуется молитва за рот я тебе и поищу дам молитва за рот можно посмотреть ну там в интернете тоже источник надо понимать какой вот все приняты всех люблю кого даже не знаю всех люблю всех ценю всех уважаю судьбу каждого ценю судьбу каждого уже каждый на своем месте потому что кого-то исключили на это место потом приходит кто-то из потомков и повторяет именно точности точности такую же судьбу как тот человек о котором не принято говорить в роду как так то почему так получилось так а помнишь у нас там тетка то наша про которую не принято говорить вот девочка ты повторила ее судьбу наш было не принято а есть же обидно которого исключили и она приходит эта душа обиженная и повторяет проигрывает опять эту же судьбу и говорит так вы меня примете в конце концов или нет а может и другая душа отыграть не приведи господь поэтому все должны быть приняты судьба каждого принято всех любим уважаем ценим все в почете это огромная поддержка идет от рода и от папы и от мамы у тебя по роду здесь надо поработать потому что ущербность дает темная луна а потом с темной луной уже надо подружиться это такая фиктивная точка на небе которая иногда палки-то в колеса вставляет но с ней надо договориться вот а по папиному роду надо через папу проработать тогда пойдет сильная энергия уже от рода отца расстановка в социуме солнце стоит я свечу где хочу в социуме я занимаюсь творчеством светлая луна ангел иди и дети наши иногда когда-то 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 в социуме вот сейчас говорю же предпосылка есть то они будут социально значимые интересные творческие личности вот да а сейчас у тебя надо светить в социуме тебе вот посветло луни у тебя прямо ангел ангел иди и дети наши иногда как ангелы воплоти тоже успех через что через организацию праздников потому что солнце у нас руководит пятым сектором это же не только дети это еще романтические отношения вот успех да это любовники любовница тут проигрываются но я тему как-то всегда опускаю потому что ну за это очень серьезно спрашивают за треугольники эти все когда кто-то вмешивается в судьбу двоих до которые там еще пока не разобрались но тоже такие договоренности организация праздников выставки вернисаж вот очень хорошо что ты картины берешь да я думаю может быть тоже тебе свои работы принести ну как-нибудь потом поговорим на эту тему и еще нарисовать надо не у мне на урале вот но могу фигурки показать ладно мы с тобой потом договоримся будем если дружить дай бог будем дружить и вы друг дружке полезны можем быть очень даже выставки до творчества опять же много здесь хобби много потому что светлая луна в пятом секторе тебе надо заниматься обязательно модой красотой вот ну прямо я вижу это а я вижу да и вот через себя демонстрировать красивые эпатажные какие-то вещи потому что урана это еще эпатаж я эпатирую публику да я это никому не шью платье я шлю сама исключительно для себя я создаю модель исключительно для себя пока а потом уже на транзитах уран будет включаться может быть уже сейчас включается во все вот поэтому и прими к сведению я до закончила курса там дизайнер как но я бы закончила высшую школу дизайнеров высшая школа дизайна интерьера но я из на ландшафт еще закатил а у меня много образований потому что венера тоже в центре и юпитер еще у меня любить у тебя в центре юпитера у меня на ретрограде и я постоянно учусь мучить интересная вещи увижу да и рисую и пою и танцую сейчас по венере я пою я хочу петь я хочу танцевать я хочу лепить по сатурну очень хорошо лепить прямо лепкой заниматься или загорать пойдешь из камня что-то какую-то пирамидку построить сатурн будет наполняться тебе будет помогать а сатурн это основа это наш дедушка эта планета карма без него никуда никуда без без сатурна это основу да он строгий да он иногда зажимает но у тебя классный плутон потому что плутон он обычно давит давит когда вот он не не в хорошем положении агрессивном он начинает давить на человека сатурн еще сжимает его и человек ух какие муки испытывает иногда муки выбора могут быть да прямо панические атаки а здесь у тебя все хорошо вот сатурном только поработать камушки лепить до практики какие-то медитативные кстати вот сатурн любит практику дедушка наш такой с ним не спорить вообще бесполезно спорить лучше сделать там работу над ошибками выучить все уроки это у тебя на орбите марса это моя выносливость это моя целеустремленность тогда будет основа укрепление своего духа ты эту консультацию будешь слушать с паузами и на протяжении наверно долгого времени вот сейчас можешь ее пока убрать на полочку если тебе что-то непонятно но мне кажется понятно а потом опять включать и вот слушать как это все работает социальных планет двойка норма 6 то есть опять контракт мне надо научиться выстраивать отношения в социуме социум тоже двоечка в начале будет нелегко до начале нелегко но потом потом все лучше и лучше трансурановых так 11 внешних 17 вот когда внешних больше чем центральных человек начинает прислушиваться к мнению других этого делайте уже со временем не надо вот опять же идет вот это укрепление внутреннего я до стержни вот когда станет центральных больше чем внешних все человек созрел кто я знаю спасибо я вас не спрашивал очень дружелюбно если кто-то любит жена советы расставать спасибо мне нужен будет совет я вас обязательно его я воспользуюсь до то есть чек знает то что ему надо он не обременен там мнением мнениями других а кто же этот сказал чё про меня а этот что там про меня сказал то мне пофигу кто что там что про меня сказал я знаю что я про в своей уверенности права я в своей правоте уверенно да как красиво получилось вот я знаю что я иду правильным путем и вот эта планета нептун это конечно связь со всевышним с творцом а у нас связь творцом вообще мы должны быть уже на короткой ноге понимаешь вот мы засели в этом фили фиолетовом секторе это спиральная динамика развития человечества клэра грейса у нас очень много на фиолетовом секторе людей счет 90 процентов это бытовая магия это вот люди любят в высотках жить да там вот они вышли все во двор эти с колясочками мамашки мужики все где-то в городе и вот они об одном и том же одни и те же проблемы у всех да как присушить мужа чтобы он там ага наверное какая-нибудь стерва завела ну вот такое все бытовое общение свекрухи там начинают что-то подмешивать сыночка своего любимого не для тебя стерва рожала вот это все фиолетовый сектор там очень много магии и люди ходят как этим всяким картежницам как ведуньям калка колдовкам чернокнижницам сами себе карму начинают портить и те и те начинают карму себе портить вот а люди которые уже вышли из этого фиолетового сектор там красный то есть вот это лишь родилась уже в 2000 году а мы такие 90-е проживали вот там братки да там жестко было там было очень жестко в 90-е годы мы проходили проживали да вот там уже борьба такая за власть за территорию дележка территории сферы влияния это красный уже сектор да и вот кто его проскочил уже вышли в синий там уже никто никого не колбасит там правда взятки как теневая сторона но там уже законы появились то есть красный сектор то беззаконие я пробираюсь сквозь эти терни к звездам я все равно обычно вот еще на фиолетовом когда вот муж бросит так некрасиво свою жену она еще она уже вторым беременна он это шла нахер отсюда где некуда деваться еще с детьми она либо в бежевый обратно к родителям под крылышко простите меня не смогла удержать семью и не за того замуж вышла и это в стагнация очень надолго застой до в жизни женщины или она в красный она горни не не я к родителям туда не это имени куда идти и она в красный пробивается этот как раз да там жестко но проходить надо этот красный сектор одни выбирают путь любовниц этих братков это такие телочки их называют да такие все сосочки злые такие пренебрежительные а есть и красные которые она с детьми там или без детей пока еще но на горит так у меня большие планы на эту жизнь у меня меркурий хороший я могу влиять на коллективное сознание людей но я это должна делать очень экологично чтобы людям было хорошо что им это нравилось то что я им предлагаю вот тут вот брависсимо аплодисменты если ты выбираешь этот путь пристёгиваешь высоко высоко намерение к своей цели то что ты собираешься дать этому миру господи помоги без тебя я никуда я только в сотворчестве с тобой могу достигать высоких вершин потому что мы без бога никуда если он перестанет хоть на секунду дышать тут все нахрен на атомы разлетится отец мой я в сотворчестве с эти вещи с открывают такие огромные тайны и ты мне просто понравилось как человек вот это истина благодарю тебя господи получилось что-то отдай богу не я такая молодец как учат да на этих на инфо цыгане да я в достигаторство да я же да мужики там вообще козлы там все и пропускаю все я только должна себе самая идиотская фраза которую только можно произнести я никому ничего не должна должна только себе вот это вот все забываем этот бред да я люблю себя люблю ребенка своего внутреннего я люблю божественное в себе вот истина где 30 лет западной идеологии хотели нас от бога отвести вон видишь что они творят в киево-печерская лаврия там облачка летать с психотропами там же даже старики танцуют бесновец жуткая вещь и девчонки стоят с крестами которые истинно верят их не возьмет никакая чертовщина никогда и они будут они выстоят они это долгожители это люди которые живут с богом в сердце поэтому все начинания любой труд всегда в сотворчестве с богом вот сейчас господь да сейчас мне дают информацию это не я тебе что это мне дают я как канал для тебя информацию прямой вот так пошли дальше посмотрим транзит лишь партнерские отношения договора я работаю и на международной арене хорошо посмотри как аспектирован 9 сектор гороскопа смотри да я работу на международной арене вы час уже первые звоночки да и могу знание иностранных языков просто приветствуется просто приветствуется знание иностранных языков тебе нужно изучать может быть уже владеешь да ну скоро русские будут все понятное дело учить но у нас многие национальности говорят на английском аспиранта до принято было так очень хорошо китайский очень хорошо арабский да сейчас у нас потому что идут все такие коалиции все идут у нас союзы вернее союзы уже идут с востока и мне папа говорил еще он шутник такой был какой язык сейчас интересно вот надо учить это в день в начале девяностых я ему спрашивал он хорошо в политике разбирался в год очень к ну конечно арабский я подумала что он шутит и вот сейчас я понимаю что он далеко не шутил он просто был очень дальновидным человеком тоже не берег свое здоровье алкоголь жил бы и дожил еще вот так моя миленькая подруги из-за рубежа образование высшее обязательно по девятому сектору по сатурну кстати тут по сатурну то тоже обязательно высшее образование должно быть тогда он даст такой еще уверенности но это не для того чтобы корочки ходить всем показывать начислите мне потом пенсию хорошую дайте мне хорошую зарплату нет и смогу работать на себя сатурн он любит работать на себя вот именно через вот это мобильность через умение предвидеть по урану да куда как развивается этот мир поэтому сейчас в разворачивают к самоценности к познанию мира к пониманию что я в этом мире лишь один из болтиков один из механизмов каких-то вернее один из какой-то части огромного механизма мы все в одной лодке до одни тянут родни расшатать хотят эту лодку другие тянут ее на дно третье которых меньшинство имеет уже большую связь с и вышним с творцом с высшими силами с другими галактиками потому что мы наши души побывали на многих планетах кто уже не первый раз воплощается у нас связь идет с духовными нашими кураторами наставниками с материнской душой это уже друг другой совсем уровень да это уже гуна благости на земле нам туда стремиться надо вот в это на энергию благости еще серафим саровский говорил об этих энергиях ведической астрологии называют гуны гуна невежество это самое низкое да людям ничего не надо там секс телевидение ужастики порнушку пожрать там у них все время лыдки какие-то варятся голодцы мясо тяжелая пища такая заземление такое вот потребительство бабла бы побольше а зачем даже не понимая для чего ну напоила что было на баб мужики вот так вот очень примитивно рассуждают даже животные так не живут ее называют гуны животных присущи для животного животные так не живут я смотрю как у нас кошки живут и собачки и вообще наблюдается животными они живут как люди вот а некоторые люди живут как животные потом следующая энергия эта энергия страсти гуна страсти в нее тоже многие попадают это вот это сумасшедшее достигаторство это надо все по головам пошел не экологично достигать своих цели, тоже опустят, скажут, так, стоп, или в больничку уложат, или так, ты куда побежал-то, стоп, лошадь, там, стоп оленей, да, куда разогнался, и гоноблагости, это уже вот это вот понимание этого мира, тонкого плана, я на тонком плане создаю, мечтаю, очень экологично о том, чтобы на этом мире было намного лучше, красивее, чище, люди друг дружку понимали, добро друг дружке несли, желали друг дружке, быть в здравии, в любви, как это выгодно, когда мы все ментально здоровы, и физически, конечно, все здоровы, как мы можем все коллаборировать, как мы можем замечательно общаться друг с дружкой, вот это уже мысли совсем другого уровня, да, плана, вот, и как здорово, вот сейчас мы гармонизируем материальное с духовным, это наша задача, чем больше я думаю о любимых детях Бога, открываю свои таланты и дары, талант считается открытый тогда, когда это нравится не только мне, а это понравилось людям, и они захотели это приобрести у меня, купить, вот это называется открытый талант, вот, и я о любимых детях Бога опекусь, и тогда всегда Господь, рука щедродающего, она всегда бездонна, всегда у человека будет поток вот этот вот благости, потому что деньги, это милость Божия, это когда Библию переписывали, кому выгодно, да, опять же, вмешались сюда кое-кто, монахи переписывали, что деньги это зло, деньги это, это благодать финансовая, это мера, это коэффициент нашего энергообмена, понимаешь, я тебе дал это, получил взамен это, у нас получился качественный взаимообмен, и мне хорошо, и тебе хорошо, вот, так, так, что вопрос экспорт-импорт, поездки за рубеж могут быть, с чувством, с толком, ну, у тебя Юпитер, в принципе, он не ретроградный, обычно, когда в ретрограде, там люди везут всякие сувениры, им интересно самобытность других стран, ремесла там какие-то, других народов, историческая справка обязательно, интересно, ну, вот тут у тебя, скорее всего, тема договоренности, связана, опять же, с твоим бизнесом, то, чему ты сейчас обучаешься, и, возможно, это связано все-таки и с дизайном, и одеждой, и интерьером, Сатурн, это еще архитектура, это мебель может быть красивая, ремонты по Сатурну, его надо наполнять, поэтому было бы здорово, если бы ты вообще дом построила, с мужчиной, мужчина, мужчине надо твоему дом построить, а ты его к этому можешь сподвигнуть, легко, только не на энергии охотницы уже на энергии музы, там уже другой архетип работает, так, давай смотрим, что у нас на этот год, так, а соляр-то у тебя в козероге, ты у нас козерог, материальный знак, конечно, козероги, девы, тельцы, это такие вот, они материальные знаки, действительно, вам, для вас важны финансы, потому что они вам не даются по замыслу, материальный знак, но опять же, да, наделить и помочь еще и кому-то надо, понимаешь, обязательно десятина должна быть, обязательно десятина, первая десятина, вот ты получила денежку, законы денег, чтобы деньги всегда были, первая десятина тратится на себя исключительно, женщины возмущаются, у меня же дети, как я могу себе купить новую блузку, молча пошла и купила себе, потом дети, вот, десятина вторая пошла к Богу, либо ты кому-то помогла, или ты отложила, потом из этой десятины пойдешь и сделаешь людям доброе дело, кто внуждается, или в храм пошла, там заказала, поблагодарила, спасибо, вот, благодарю тебя, Господи, получила важную информацию, благодарю тебя, что послали мне вот эту Алену, может быть, ты захочешь поблагодарить Бога, пойдешь, там 30 рублей заплатишь и закажешь молебен, это не я делаю, это же я все в сотворчестве с Богом делаю, Господи, благодарю, вот, что-то в работе получилось, пошла опять в храм сходила, поблагодари, и еще закажешь молебен, на всякое опрошение, у тебя потихоньку будет вот эта связь с Творцом налаживаться, где-то на исповедь сходила, причастилась, если ты православный, вот, тоже, эгрегор, православие, очень сильный, мне тут подружка говорит, из Минска, она говорит, туда, эгрегор, я не хожу в храм, и на гвоздях стала стоять, и у нее все обострились болезни, я говорю, сходи, попроси, все выше, у тебя есть божий угодник, пресвятой угодник какой-то, вот, которому ты прямо, вот, откликается он у тебя, в душе, я не хожу в храм, я говорю, ну, это твое личное дело, а я бы тебе, раз ты мне просишь совет, я бы тебе очень бы рекомендовала ходить в храм, причащаться, потому что это большая защита, очень мощная защита, причастие, от всяких болезней, и от злых, дурных языков, и от всяких проклятий, и вообще от всякой всячины, которой напичкан у нас народ, к сожалению, ну, может быть, к счастью, вот, а когда человек причащается, он, как бы, Господь в нем, его это не трогает, и он не ведется даже на эту всякую, мишуру, вот так вот, моя хорошая, так, ну, что я еще могу тебе сказать, мы сейчас посмотрим, 2022 год, почему 2022, потому что транзит идет с 25 декабря 2022 года, по 24 декабря 2023 год, вот смотри, вот у тебя уран, да, какие-то неожиданные повороты в судьбе, связанные, опять же, с твоей руководящей должностью, радость через это, ты руководишь, влияешь на людей, да, в коллективе, это могут быть не только коллективы, это какие-то группы людей могут быть, да, луна, у тебя здесь новый опыт по луне, да, скорее всего, это гостевой бизнес, потому что луна отвечает у нас за недвижимость, за семейственность, за материнство, за связь с мамой, за домашних животных, в частности, кошка, вот на этот год, узел кармы по Венере, да, мне нравится, мне нравится хорошо выглядеть, да, на работе, ты же вон как хорошо выглядишь, модничать, неожиданные могут быть, ну, это тоже мода, может быть такое, что-то нестандартное, да, нестандартное решение вопросов, каких-то бы ни было задач, по степени сложности разной, но она, видишь, как бы при тебе опять без выхода, видишь, вот когда выход идет, это прямо вот прямо четкий выход, и Сатурн очень хороший на этот год, прям он строит тебе основу, кстати, мужчину может дать старше по возрасту, похожего на папу, уже статусного, может, вот, но здесь вот я в своем кресле обосновалась, и я утверждаюсь, да, Сатурн это всегда основополагающее, что-то фундаментальное, что-то такое, вот первые кирпичи основные, фундамента, то есть цикл у него 30 лет у Сатурна, и он и сестрой тоже очень надолго и серьезно, и очень хорошо, что он в центре с шестью баллами, это очень сильный, Меркурий хороший, да, у меня хорошие мысли, я прекрасный коммуникатор, я умею договориться, озвучить то, что я думаю, светлая луна на Нептун, то есть мое душевное состояние меня, в принципе, радует, да, это глубина моего внутреннего мира, мне хорошо и наедине, самой с собой, мне есть чем заниматься, я не бегу там, я не ищу себе компанию, да, где бы, чтобы только дома одной не сидеть, все нормально, Марс, вот здесь вот предупреждение по Марсу на этот год, здесь, ну, если ты водишь машину, то надо быть аккуратней за рулем, вот какие-то определенные моменты, да, допустим, 25 декабря, декабрь, ну, вот в марте, в июне, с 25 июня на месяц, июнь, июля, сентябрь, октябрь, ноябрь, и в декабре, в декабре этого года, вот, и что касаемо мужчин, смотри, Марс красного цвета, да, на этот год, то есть, это может быть, либо ссора с парнем, если есть, это может быть, даже расставание, может быть, если было, уже проигралось, скорее всего, это может быть, какая-то агрессия внутренняя, быть на мужчин, вообще, вот, по сути, обида какая-то на мужчин вылезти, вот, что хорошо при ретро Марсе, при ретро Марсе, хорошо фокусироваться на чем-то, какая-то письменная деятельность, видишь, потому что на Меркурии показывают, я пишу, Меркурия, это то, что делаю руками, это пишу, говорю, и думаю, вот, заключаю договора, да, это какая-то углубленная работа, опять же, смотри, если человек на низких энергиях, это матершинники, это люди агрессивны, слюной блещут, плещут, блещут, плещут, если люди на высоких энергиях, это писатели, это художники, они рисуют, потому что Меркурий, ой, Марс в руках женщины, это острый колющий предмет, это ручка, перо, это парняжьи ножницы, я краю, да, это парикмахерское искусство, я стригу, это игла, я шью, да, это крючок, я вяжу, вот это все вот по Марсу, то есть я углубляюсь в эту работу, потому что Марс, когда назад, это углубленно, в ретро, это назад, вот, мужчина, откуда издалека у тебя возможно знакомство с мужчиной, на орбите мужчины Юпитер, либо это историк, либо это психолог, либо человек, который преподаватель, кстати, или социально значимая какая-то личность, вот интересно, да, с ним, или это, ну, иностранец, иностранными языками владеет, или это какой-то социальный работник, который тебе в помощь тут, вот так вот, ну, а по карьере, да, вот я тебе все озвучила, так, и еще я тебе посмотрю по, по Варнам, вот смотри, центральных планет уже больше, чем внешних, уже больше центральных, то есть ты уже такая вот, ух, по Сатурну, туда, там был красный Сатурн, что по Сатурну, когда он красный, беречь спину, конечно же, мужчина пусть тебе гладит спинку, или на массаж, если спинка болит, то надо спинку все-таки свою гладить, ну, любить, спина-то основа, копчик обязательно, чтобы был здоровый, это Муладхара, это наша связь с землей, с ядром земли, вот, но она стоит на орбите мужчины, но все равно она присутствует в космограмме, то есть ретро Сатурн, но здесь вот он хороший, в принципе, я не могу сказать, что сейчас у тебя какие-то боли есть в спине, вот, они могут и как раз проявляться при трансформационных моментах, когда дух растет через мужчину, да, сознание как раз вот эти приходит, потому что нас через мужчину учат, мужчин через женщин, вот, и что надо, сразу выплескивать это все, не держать в себе, не ходить, не мучиться, не страдать, где-то что-то прилетело, прямо должен быть выплески, сразу, я это делаю через нейрографию, прям, где-то что-то не понравилось, там, выплеск сделала, и потом скруглить эти все внутренние конфликты, но это отдельно технология, техника, алгоритмы, если интересно, то я тебе расскажу, вот, вот так вот, все очень даже славненько, подожди, узел кармы еще, смотри, сейчас, до 18 июля, у нас вот узлы кармы, которые влияют на, которые влияют на судьбу, находятся на оси, телец и скорпион, это до 18 июля, то есть для тебя, по сути дела, это была тема, ну, если мы возьмем тебя, как козерога, это первый, второй, третий, четвертый, пятый сектор гороскопа, как раз здесь романтика, романтические какие-то увлечения, вот здесь очень много хобби, вы знаете, за эти полтора года должно было проявиться, хочу этим заниматься, это мне важно, здесь думки о детях, здесь вообще с детьми какая-то, может быть, коллаборация, ну, может быть, семьи к вам с детьми приходят, о детях надо позаботиться, да, вот, кстати, выставки, там же тоже детишки, наверное, к вам приходят, родители с детьми, здесь организация, организационный момент очень важны, праздники, выставки, опять же, да, вот это все, вот по тельцу, и это очень хорошо, а у тебя и так там при рождении он, вот, и двойная нагрузка на пятый дом, а сейчас он перейдет в Овен, а для тебя, для козерога, это будет первый, второй, это четвертый сектор гороскопа, узел кармы там будет, то есть, араху, он все расширяет, вот здесь может быть, рождение детей, по четвертому сектору гороскопа, работа с недвижимостью, да, это расширение условий своего проживания, улучшение условий своего проживания, это покупка-продажа дома, может быть, покупка-продаж квартиры, ремонты дома, в квартире, жилье, где я живу, тема родителей, очень важна, очень важно, теперь почитать молитвы за род, особенно на четвертом секторе гороскопа, да, это же поддержка от рода, с мамой помириться, простите, и все, там, если придешь на расстановку, мы это сделаем, ну вот, да, это очень важно, кошка домашняя, там, животное, там, вообще домашние животные, рыбки, хомячки, там, собачки, кто там, шиншилки, тоже на протяжении полутора лет будет, до января, до января, 26-го года, ой, 25-го года, до января 25-го года будет, потом уже, вот после 18-го июля, тема недвижимости семьи, семейственное срождение детей, в роду будут дети рождаться, отличный у тебя будет для этого период, вот, потом третий включится, дом гороскопа, а Юпитер сейчас где, а Юпитер сейчас на год встал в телец, а для тебя это пятый сектор гороскопа, а Юпитер все расширяет, это наш Дед Мороз, это планета большого счастья, опять тема творчества, тоже детей, детство, творчество, организация, праздника пятый сектор работает, а у тебя там, у тебя пятый сектор тоже хорошо аспектирован, у тебя тут луна светлая, вот, на солнышко, радость, так что все хорошо, Машенька, давай все, тебя обнимашечка, вы третий。 Viа с помощью Nowys, мы сэшээээйна, и поможем, что там, это делается, не всё, это делается, Продолжение следует...